В музее древнерусской кухни еда Руси. Как всегда, полно гостей. На этот раз здесь собрались, чтобы распрощаться с затянувшимися холодами и, наконец, поприветствовать красавицу и сну. Спасибо, что меня с радостью встречаете. А зимушку, сестрица моя, с благодарностью провожаете. Неотъемлемая часть прощания с зимой – масленичные гуляния. Скоморохи развлекают малышей не только играми, но и познавательными викторинами. Оказывается, об этом народном празднике и его традициях маленькие гости знают совсем немного. И что там про масленицу? Говорят, масло будем есть. А, масло. И на этом все. Но не тут-то было. Широкая масленица издревле считалась едва ли не главным праздником в году. Именно ею наши предки знаменовали начало нового года. Потому и готовились основательно. Выбрасывали из дома старый хлам, наводили порядок и, конечно, готовили угощения. Мы пытаемся вовлечь, чтобы дети знали свои корни, свою культуру. Потому что большинство детей знают, что нужно есть блины. А зачем и почему никто не знает. Это символ солнца. Это масленичная традиция. И, естественно, все в эти дни посвящено тому, чтобы, так скажем, приблизить приход весны и, соответственно, прощание с зимой. В масленичную неделю гостей и домашних почивали не только блинами. Чтобы приблизить весну, хозяйки пекли жаворонков, птичек из теста. В постные булочки иногда добавляли немного сахара и сухофрукты. Мы начинаем катать из него колбаску. Не боимся, нажимаем между ручек. В приготовлении птичек из теста нет ничего сложного. Рецепт, кстати, тоже простой. Справляются даже дети. Между собой их вот так вот скрещиваем. Оставляем здесь прям маленькую дырочку. И вот этот хвостик, который у нас снизу, мы его через другое в эту дырочку проталкиваем. То есть просто как будто узелок завязываем. Из получившегося узелка формируют птичку, клюв и пушистый хвостик. Делают глазки из изюма и отправляют выпекать. А пока жаворонки румянятся в печи, гостей угощают блинчиками. Всех с масляницей! Буквально пять минут и жаворонки готовы. С пылу с жару булочки отправляются на улицу. Здесь маленькие поварята уже ждут своих птичек. Здесь всегда прекрасная атмосфера, домашняя такая атмосфера, доброжелательная. На совесть абсолютно отрабатывают, на совесть все программы. Мы очень любим новогоднюю программу для детей, очень интересно. Вот это масленичное гуляние тоже очень интересно. И главное, что это все проходит вот в таком позитивном ключе, весело, задорно. Видно, что люди преданы просто своему делу. В музее древнерусской кухни еда Руси всегда рады гостям. Увлекут и заинтересуют не только детей, но и взрослых. Вот уже больше десяти лет в деревню жаворонки едут со всей России. За теплом, уютом, исконно русскими традициями великой страны. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.